Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 октября и мне нужно описать до конца все томаты. После трехнедельного перерыва я сейчас снова несколько дней буду по одной части, хотя бы по 10-15 сортов выкладывать, потому что 3 недели я не записывала никакие каталоги, на меня обрушился урожай этого года 2018, который я не ожидала, потому что у нас обычно или что-то подмерзало, или градом, вот как в том году половина урожая выбивала, а нынче не было ни града, никакой бури, ни ветра, томаты вызрели все, и я обычно сажу всегда с учетом, что немного погибнет, а остальное останется, ну с учетом потери. Нынче потерь не было, и меня урожай завалил в полном смысле этого слова. И я 3 недели вообще ничего не делала, сейчас продолжу каталог, потому что вот с сегодняшнего дня я уже начинаю работать с заказами, буду завтра, послезавтра сидеть, открывать все ваши письма, отвечать всем, всем, всем. Так, мы закончили на 145. В прошлый раз последний сорт был полосатый шоколад. Напомню, что первые номера, да, 120 там какого-то, это те, которые я сажу много лет, которые у меня проверены, а вот эти сорта, это те семена, которые мне или прислали по обмену, или я купила в магазине для расширения ассортимента, ну то есть те сорта, которые у меня выращивались в первый год. Если я составила о нем свое мнение об этом томате, я вам расскажу, если не составила, так и скажу, что в этом году я даже не поняла, что это за томат, потому что это все новинки, и семена вот этих томатов находятся в ограниченном количестве, потому что это только начало, я только хочу развести те сорта, которые мне понравились. Вот 146-й Старик Хатабыч, очень интересный сорт, я взяла по обмену у частного коллекционера тоже. Растение индетерминантное, урожайность хорошая, весь он увешан этими плодами, и помидоры необычные, вытянута грушевидной формы, ярко-желто-оранжевого цвета такого. Он может быть маленький, 100-граммовый, но может быть и большой такой, увесистый, но тут 300 грамм, нет, тут неправильно, наверное, 200 будет. Хорошие вкусовые качества, сейчас я вам даже покажу, вот те сорта, которые новые, и которые у меня впервые, я вам буду показывать картинки. Вот Старик Хатабыч, интересный, оригинальный сорт, вот видите, какая-то помидорка может быть вот такая маленькая, какая-то урождается вот такая огромная, или пузатая такая. Конечно, они идеальны для консервирования, они и для еды вкусны, все знают, что желто-оранжевые сорта, они очень хорошие, у меня, по-моему, даже есть, я видеоописание делала этого сорта, вот это у меня новинка Старик Хатабыч, но семена я набрала, если кто-то захочет, например, такой вот чудо-лампочку, у меня было под этим номером лампа Аладдина, но это тоже самое, такой же желтый, такой же грушевидный, вот будет Старик Хатабыч, другой сорт я заменила. Потом 147-й, райские яблочки, это тоже новый сорт, и даже название, хозяйка, которая мне их прислала, тоже по обмену, она сразу сказала, что это у нее были пересорты, она даже не знает, какое название, но они походят на райские яблочки, она их назвала райские яблочки, написано название условное, может быть, у него есть какое-то другое, оригинальное название. Это тоже индетерминантный сорт, требует посынкования, формирования в 1-2 стебля, но так как томаты, плоды не очень крупные, я их не формировала, я оставляла 2-3 стебля, окраска такая оригинальна, тигровая, они ярко-красные, с желтыми полосками, сейчас я тоже покажу вам эту фотографию, потому что они необычные, вот такие, вот, они похожи вот на все тигровые, вот у меня есть толстый боцман, примерно такой же, потом пасхальное яйцо, примерно такое же, просто у них окраска одинаковая, разная форма плода, вот эти яблочки, они прям идеально кругленькие, и действительно, улеплен вот куст, и они как яблочки, такие круглые, конечно, их очень хорошо консервировать, вес у них небольшой, ну, там 100, наверное, грамм, грамм 100-120, они, да, действительно, хорошо хранятся, они такие плотненькие, номер 148 розовый мед, о нем у меня есть и видеообзор в теплице, и такие уже хвалебные какие-то речи я говорила в его адрес, тоже первый год выращиваю, это сибирский сорт, и сорт, я сейчас вам расскажу, он на что похож, он похож на сорт, если кто-то выращивал, любимый праздник, похож на сорт пудовик, похож на сорт ботяня, то есть крупные такие розовые плоды, очень сладкие, растение невысокое, у меня оно в теплице росло, не доросло даже до потолка, тут написано 60-70 сантиметров, это, наверное, в открытом грунте, но в теплице оно будет повыше, в открытом грунте тоже посадила, прекрасно, вызрело все, но веса, полтора килограмма веса у меня не было, потому что я не укрупняю томаты, некоторые для того, чтобы укрупнить томаты, убирают лишние завязи, я ничего этого не делаю, но такие достойные 500, 600, даже 700 грамм плоды вырастают без всякого нашего усилия, и на улице вызрели, и в теплице вызрели, много их, они вот прям увешаны этими плодами кусты, но тут написано, что пригоден для употребления в свежем виде, домашней кулинарии, рыжечных продаж, 3 метра выращивать 2-3 стебля с подвязкой, ничего особенного в выращивании нет, как обычно, 149-й лопатинский, вот это тоже новый сорт, я покупала в магазине каких-то, как сказать, каких-то особых, ничего я у него не выделила, это знаете, как могу о нем рассказать, это вот такой классический наш советский томат, который, написано, крупноплодный, для теплицы открытого грунта, высотой 1 метра, плоды плоско-округлые, ровные, красного цвета, массой 600-800, у меня примерно 400-500 было, потому что у нас нынче засуха, все поливать я не успевала, воды было им мало, и они были как поменьше, немножко весом, но очень сладкие, да, они вот такие обыкновенные, красные, плоско-округлые, ровненькие, вот как раньше, бабушкин томат, вот как мы представляем, такой вот был, красный, ровный, круглый, он растет хорошо, в открытом грунте у меня рос, такой как, ну как сказать, вот такой середнячок, именно его можно и в салат, его можно потом и для кетчупа, и для лечи, выращивать 2-3 стебля с подвязкой к опоре, но вот это, вот, про некоторые я говорю, вот он меня так поразил, он меня так изумил, вот этот обыкновенный, такой средний томат, он не отличается, не сильно красотой, нет в нем никакой необычности, простой томат, который мы всегда выращиваем, для массового, для еды, для всех заготовок, это не экзотик, и не супер красивый, обыкновенный бабушкин томат, номер 150, бернская роза, а, да, кстати, я хочу сказать, что он у меня выращивался первый раз, но семена его есть, если кому-то нужен, вот просто хорошо, стабильно, плодоносивший томат, это вот лопатинский, он крупный, он такой хороший, неприхотливый, бернская роза, вот бернская роза, у меня его было всего там два, по-моему, кустика, семян у меня очень мало, я там даже не уверена, что они у меня будут, для рассылки, но рассказать я вам все равно расскажу, растение детерминатное, высотой 1 метр, этим оно меня и привлекло, потому что я не люблю в открытом грунте, огромные томаты выращивать, росло в открытом грунте, образует плоскоокруглые, плотные красные плоды, без зеленого пятна, у плодоножки, масса 200 грамм, вкусовые качества великолепные, использование универсальное, посмотрела я, но ничего обычного, я в нем не увидела, бернская роза, томат и томат, просто томат, наверное, на будущий год я его не буду высаживать, потому что просто томатов, очень много у меня, 151 орлиный клюв, но вот этот вот томат все хвалят, рекомендуют, написано, что он, это тоже сибирский сорт, на будущий год я его буду садить, как рекомендации, очень много хороших, растение среднерослое, метр 20, метр 50, требует подвязки посынкования, плоды малиново-розово вкусные, изогнутый клюв орла, но у меня нынче они не получились, то ли я перепутала семена, то ли что, у меня они получились вытянутой формы, да, как сердцевидные, но красного цвета, значит, я просто перепутала рассаду, 151 номер орлиный клюв, у меня нынче семян не будет, я его, наверное, с каталога уберу, но на будущий год, я уже купила пачку еще одну такую, я его все равно буду садить, потому что очень много хороших, положительных отзывов, так что, если вы в магазине увидите орлиный клюв, томаты, можете купить, все его хвалят, зато вот 152 медвежьи лапы, у меня нынче получился великолепно, я не знала, куда их девать, но до того их много, мне-то много одного сорта, и не очень надо, но их очень много, вот даже сейчас, я даже еще не все обобрала, они там и лежат на полу, рядом с кустиком, я сложила с куста, мне прислали по обмену, я уже делала видео обзор, показывала эту медвежью лапу, и говорила, что гуляет у нас по России два сорта, под названием медвежья лапа, совершенно разных, один высокий, другой низкий, один крупнее, другой, у меня вот такой вот, сейчас вам покажу, а где она медвежья лапа, ой, не скинула фотографию, извиняюсь, но я, у меня есть видео обзор, у меня медвежья лапа, которая, сейчас скажу, которая требуется подвязка и посынкование, нынче я выращивала, которая высокая, 120-170, и которая очень-очень такая, как урожайная, другой сорт есть, он низкорослый, написано, его можно не посынковать, не подвязывать, но вот у меня вот этот именно крупноплодный сорт, который крупный, которых много, я летом показывала, я поразилась, урожайность поразительная, очень-очень много, и они такие ровные все, выровненные, нет ни корявых, вот бывает, что есть какие-то изломанные томаты, корявые там, и сросшиеся, и всякие, и такие сильно волнистые, вот это ровные, как картинка, как на подбор, все, семян у меня много, кто хочет вот такой урожайный сорт, можете заказывать, я наготовила семян, семена отличные, 152, убойная сила, вот это тоже я первый раз выращивала, я не поняла ничего об этом сорте, не могу даже не сказать ничего плохого или хорошего, написано, новый высокоурожайный сорт для открытого грунта, детерминатный, низкорослый, в посынковании не нуждается, однако при посынковании до первой цветочной кисти, плоды будут крупнее, дружнее созреют, вот я его, если честно, не посынковала, раз написано не нуждается, значит не нуждается, действительно вырос низкий, но тут вот написано, что плоды весом до 150 грамм, у меня они даже были 100 граммовые, не больше, ну короче, получилось, их плодов много, действительно он как кустик улеплен, но они получились меленькие, и ожидала я от него больше, на будущий год буду испытывать, еще раз, если кто-то вот например, будет выписывать убойную силу, ну вы, значит ожидайте, я не знаю, вот это, или они завысили вес, или потому что у нас нынче было сильно жарко, у меня получились мелкие, если у вас вырастет убойная сила мельче, чем вот это заявлено, до 150 грамм, не удивляйтесь, у меня вот она выросла, не очень крупная, хотя он везде пишется, что это крупноплодный сорт, 100 граммовки получились, не больше, но зато их можно 4 растения на 1 метр, и зато куст детерминатный, невысокий, он низкорослый, можно не посынковать, вот я и не посынковала, но они, как говорится, здесь надо было, чтобы крупнее, наверное, все-таки их пропосынковать, 153 фартовый, я показывала видеообзор на улице его, индетерминатный, высокий сорт, 1,55 метра, плоды, написано до 150 грамм, они такие, как прям стандартные, круглые, очень такой красивый, он такими кистями, ну, конечно, требуется и посынкование, и подвязка, так, сорт Усочи, назначение плодов универсальное, там от холодостойки, и теневыносливый, высаживала его в первую очередь, дал хороший результат, он весь был в помидорах, выращивала тоже первый год, но он мне понравился, он понравился тем, что вот кистей много, и он начал рано плодоносить, и до самой поздней осени, но высокий, и посынковать, и подвязывать нужно, это сорт 153, семена его есть у меня, номер 154, райское наслаждение, тоже это выращивался первый раз, но они у меня все нынче, эти первый раз, которые, куст мощный, высота, метр десять, метр семьдесят, плоды крупные, плоскоокруглые формы, мясистые, красного цвета, рекомендуется в свежем виде, зимних заготовок, вот это вот, тоже классический томат, который ничем не отличишь, от других красных, красный, плоскоокруглый, мне понравился, что он действительно, даже вот, в такое засушливое лето, как у нас нынче, получился такой крупненький, мясистый, на него приятно посмотреть, эстетически, они очень красиво выглядят, прям много-много их, они такие здоровые, возьмешь, они такие тяжелые, и действительно, он мясистый, он и сладкий, и все, ну, естественно, за такими томатами, нужно и посынковать, нужно подвязывать, плоды огромные, и чуть куст перерастает, выше колышка, он начинает заваливаться, обламываться, за ним нужно следить, но помидоры хорошие, семена у меня эти есть, а вот растения подвязывают, формируют в 1-2 степля, да, кстати, даже написано специально, и обязательно является удаление боковых побегов, пасынков, вот про что я и говорила, что плоды крупные, если не подвязать, они сразу обламываются, так, супер экзотик, вот супер экзотик, я вам специально тут фотографию скинула, супер экзотик похож, вот кто выращивал добарао черный, на добарао черный, вот такие сливовидные, смотрите, вот это супер экзотик, сейчас покажу добарао черный, они, как близнецы, вот это добарао черный, только на добарао нет полосок, он однотонный, такого темно-темно красного цвета, а на супер экзотике, вот видите, такие как штрихи, полоски, он напоминает и пасхальное яйцо, и вот эти всякие тигровые сорта, Так, сейчас я вам расскажу о нем. Первый раз тоже, я тоже по обмену его взяла. Плоды сливовидные, темно-красные, с темно-зелеными полосками. Вот он такой же темно-красный, как Добарао, но Добарао чуть с черным оттенком. И вот такие зеленые штрихи, массой до 50 граммов. Вот у меня нынче какие-то 50-граммовые выросли, какие-то прям выросли хорошие, грамм 70, такие толстенькие, как яички. Кистевой урожайный сорт, идеально для консервирования, оригинально смотрится в банках, очень редкий сорт, индетерминатный, формировка в 2-3 стебля, 180 см. У меня он вырос в 180, это даже чуть немного больше, там уже макушки, потом последние они у меня завалились, упали на бок. Тут написано формировка в 2-3 стебля, я не формировала в 2-3 стебля, я всегда делаю, если мелкоплодный, пусть растет сколько, ну сколько будет стеблей, пусть 3, пусть 4. Был весь увешан вот этими вот сливками полосатенькими, очень красиво смотрится, и сами когда вот в кучку соберешь, очень красиво, как какие-то перепелиные яички, что ли, вот такое вот напоминает. Я их еще не засавиливала в банке, у меня еще все стоит, я только что недавно последние обобрала, потом в банке покажу, но я думаю, что для консервирования он идеален, подходит и по размеру, и по расцветке. Рекомендую сорт, очень интересный, он и экзотический, ну как с одной стороны, с другой стороны, и вот для консервирования вкусный. И вот эти сорта, вот нынче я начала первый год, как вялить томаты, вот такие сорта, как добарао черный, как супер экзотик, они очень хорошо подходят для вяления, они небольшие вот такие, они очень быстро высыхают, завяливаются. Ну и вот последний, да, у меня семена есть, если кто хочет, несмотря на то, что это новый сорт, можете заказывать. Сейчас последний, номер 156, мило расскажу, это время уже много. Мило то же самое, что старик Хаттабыч, индетерминатное растение, плоды вытянуты грушевидной формы, у меня я пока сейчас не скинула фотку, вот такой же формы, но розовые, вот они один в один, как близнецы, только у них разная расцветка, оба сорта высокие, очень высокие, вес примерно 100 граммовка, но ясно, что какой-то выйдет у вас 70 грамм, какой-то 120, может быть даже 150, есть такие вот прям хорошие, толстенькие. Конечно, этот сорт идеален для консервирования, они очень вкусные, вот идеальные такие томаты для детей, большую помидорку ему не дашь, он не съест, а вот эти всякие грушевидные, пальчиковые, я люблю вот давать внуку, он одной ее осилит и все, больше ему не надо. Очень хороший, рекомендую, у меня, я сама брала у частного коллекционера, у меня семян в этом году немного, но если кто-то захочет, у кого первые номера, например, до какого-то там, до сотого, до 150-го, можете заказать, но вообще я садила, конечно, на пробу, на будущий год посажу их больше, я же не знала, какие мне понравятся, какие нет, но вот Мила и Старик Хатабыч буду обязательно садить на будущий год, такая красота, вот эти вот грушки висят такой, вытянутой формы, одни желтые, одни розовые, мне очень понравились. Все, до свидания. Я вот с завтрашнего дня сажусь конкретно на заказы, все, начинаю все это раскладывать по конвертам, подписывать конверты, все, но так как перец у меня еще дозревает, вы не расстраивайтесь, сейчас еще неделя, дней 10, и будет все, буду сформировывать. Я сейчас вот начала один заказ делать, второй, там, где есть перец, перцы еще не просохли, я мокрые семена вам не могу раскладывать, так что еще немножко терпения, теперь уж подождете, вы ждали меня долго, пока я расквитаюсь с урожаем, сейчас все разгребу, и начну стабильно, ежедневно делать по сколько-то заказов и отправлять. Все, до свидания. Дальнейшее знакомство подробное с томатами, с перцами буду записывать завтра. Теперь постараюсь каждый день по одному каталогу выкладывать, потому что уже нужно делать выбор, изменю завтра, наверное, все каталоги, уберу те сорта, которых не будет, и добавлю те сорта, которые будут, которые еще не заявлены у меня. Все, до свидания. Продолжение следует...